Память апостола Иоанна Богослова Православная Церковь отмечает 9 октября и 21 мая. В этот день на его могиле сотни лет происходили чудеса. Любимый ученик Христа не только входил в число 12 апостолов, но единственный из всех евангелистов был с Иисусом во время всех основных событий, о которых писал. Ему принадлежит 4 Евангелие, Откровение и 3 послания. Как и его брат Иаков, он был сыном рыбака по имени Завидей. Иисус призвал братьев проходями молотки, где они чинили сети после ловли рыбы, и оставив сети, тотчас пошли за ним. Сам Господь называл братьев сынами грома, то есть людьми решительными, горячими. Многие из нас горячие и решительные в своих желаниях, в суде над другими, но вряд ли это делает нас близкими ко Христу. А братьев Завидеевы Господь любил особо. Хотя рядом с любимым учителем они стеснялись проявлять свой пылкий нрав. «Когда Иисуса с апостолами не пустили в одно селение, разгневанные братья, недолго думая, предложили селение сжечь, как это когда-то сделал пророк Илья с нечестивыми. Но Господь запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын человеческий пришел не губить души, спасать». Пошли они в другое селение. В другой раз, к негодованию остальных учеников, через мать они попросили Иисуса посадить их по левую сторону и правую от Него, когда Он воскреснет. В общем, скромность не была их главной человеческой чертой. Все-таки Иисус явно выделял их из числа прочих апостолов. Вместе с Петром Господь брал их с собой на гору Фавор, где преобразился, при них воскресил умершую дочь Яира, и они были с ним в Гевсиманском саду. Мы не знаем точно, почему Господь приблизил братьев больше других. Точно знаем, что отличало их от прочих. Это любовь к Богу. В этой пламенной любви, как соль в воде, растворились их человеческие недостатки. Когда Христос был распят, ученики разбежались, а у подножия креста стояла Пресвятая Богородица, Иоанн. Из креста Иисус сказал, что отныне он будет есть сыном, а она ему матерью. После этого Иоанн взял к себе Богородицу и заботился о ней, да и ее успения, как любящий сын. Он показал нам правильно сыновнее почтение к Пресвятой Богородице. Потом он отправился на апостольскую проповедь в Малую Азию, в Эфес. Проповедь Иоанна сопровождалась чудесами, воскрешениями, исцелениями. Многие язычники становились христианами. В свои последние годы апостол Иоанн провел постей и молитвы. И не имея сил произносить длинные проповеди, лишь говорил, любите друг друга, тверждая, что соблюдения этой Божьей заповеди может быть достаточно, чтобы войти в жизнь вечную. Он прожил долгую жизнь, около ста лет. Когда Господь открыл ему о приближении смерти, он велел своим ученикам выкопать могилу, попрощался с ними, приказав оставить его там и засыпать землей. Когда через некоторое время ученики вернулись, то они обнаружили тело своего учителя. Но весной 21 мая христиане наблюдали, как от могилы апостола исходил тонкий целительный прах. В честь этого чуда был установлен церковный праздник. Такие дела.